ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Водители, которые часто попадают в ДТП, обяжут проходить дополнительное обучение и снова сдавать экзамены. Об этом сообщает Автовзгляд. По данным издания, к постоянным участникам аварии будут применять еще одну меру воздействия – временное лишение прав. Сейчас решается вопрос, а что значит часто? Для ГИБДД якобы это три и более раза в год. ТРАССА СТО ОДИН Центральный банк согласился с предложением Российского Союза автостраховщиков начать постепенную либерализацию ОСАГО. Это значит, что автогражданка может резко подскочить в цене. Причем уже скоро, с 1 июля следующего года. Затем ее стоимость будет снижаться. И, возможно, даже кто-то из нас будет покупать обязательную автостраховку за меньшие деньги, чем сейчас. ЦБ попросил страховщиков о детальной проработке темы. ТРАССА СТО ОДИН Число выданных автокредитов в нашей стране в этом году достигло рекордного значения – без малого 203 тысячи. На заемные деньги россияне приобрели в среднем почти 53% новых машин. Это, говорят эксперты, результат появления новых льготных программ – первый автомобиль и семейный автомобиль. Чаще всего автокредитами пользуются жители Республики Саха-Якутия – 90 из 100 авто, Адыгеи – 88 из 100, Бурятии – 85 из 100 и Ленинградской области – 82 из 100. ТРАССА СТО ОДИН Один из популярных российских сайтов по продаже покупки автомобилей с пробегом предложил пользователям вспомнить марку своей первой машины. Большинство опрошенных показали, что это были «Жигули» классика белого цвета. Среди иномарок лидерами оказались «Тойота», «Хёнде», «Фольксваген» и «Форд». Авторы исследования попросили и уточнить возраст, с которого у человека началась активная автомобильная жизнь. На первом месте оказался вариант ответа 21-25 лет. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Иха Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН